Это дорожное транспортное происшествие практически ошеломило всю Украину. Не фотографируйте, не надо, я с вами рядом, не надо. Авария сразу же стала резонансной. За рулем внедорожника, который выехал на встречную полозу, оказался руководитель отдела логистики грузоперевоза в Украинской залезнете Иван Федорко. Пострадавший известный украинский фотокорреспондент Максим Левин. С женой у нее перелом плечевой кости осколочной, левой руки, перелом ребра, там рваные руки, но ее зашили уже, где-то, наверное, завтра будет операция, собирать руку будут. Видео, на котором водитель пытается договориться с пострадавшим журналистом, попало в интернет. Нет, нет, все будет. Слушайте, вы меня услышите сейчас. Вы не трянусь, я не за это вы будете отвечать. Все. Вскоре чиновник и вовсе сбежал с места происшествия. Долго скрываться не смог. Спустя несколько часов правоохранительные органы все же смогли найти его в ведомственной железнодорожной больнице. Не на камеру врачи говорят, что в таком состоянии Федорко гость частый. При этом они долго отказывались брать у него кровь для анализа уровня алкоголя. И сделали это только вечером следующего дня. В тот же вечер правоохранительным органам удалось вручить Федорко подозрение о совершении уголовного преступления. Сейчас по данному дела открыто два уголовных производства, создание аварийной ситуации с пострадавшими и оказание сопротивления полиции. Иван Федорко уже не первый раз появляется в СМИ в скандальных историях. Ранее народные депутаты делали заявление о лоббировании чиновникам коммерческих интересов российских транспортных компаний. По моей информации, он является куратором грузоперевозок, в том числе с той стороной, которая находится на территории оккупированной Украины. Я думаю, что есть мнение о том, что эти вещи иногда делаются именно по ставкам вагонов, кому быстрее поставить, кому не быстрее, за определенную мзду. В Укрзалезнице отреагировали на скандал сразу же. Федорко уволен с должности руководителя отдела логистики грузоперевозов по согласию двух сторон. За эти несколько дней, которые произошли после аварии, на меня вышли разными путями несколько достаточно высокопоставленных представителей ведомства, в котором он работал. Но цинизм этой ситуации заключается не в том, что они хотят вывезти человека на чистую воду, а цинизм ситуации в том, что они хотят сесть на потоки, на которых раньше зарабатывала Федорко. Из больницы чиновника забрала его охрана, но в суд все же пришел сам. На сегодняшний день по решению суда обвиняемый был отпущен под личные обязательства. После случившегося, пока еще законодательно не ужесточена ответственность за пьянство за рулем, те люди, которые могут себе позволить сильно пьяные ездить за рулем, я думаю, что они здесь раз подумают, прежде чем поступать теперь подобным образом. Еще раз говорю, я не собираюсь сейчас заниматься расследованием коррупции непосредственно Федорко. Он слишком мелкая сошка для того, чтобы там все силы ЛБЮ бросать на выяснение того, где сколько кто и на чем совровал, и был ли это он или кто-то другой. Дальше судовые тяжбы. И согласно законодательству Украины, максимальная мера пресечения, которой светит Федорко в данной ситуации, штраф и домашний арест. Ирина Кононенко, Антон Калашник. Настоящее время. Киев.